Всем салют! В этом видео я немного поговорю о новом юните, который у нас появился в игре фракции Patch Health Священник. Сейчас идет ивент, где можно его открыть, получить фрагменты для того, чтобы его открыть в портале. Но ничего нового в этом ивенте нет, стандартный. Призы тоже довольно-таки стандартные. Можно замену фракции получить кому нужно. Здесь звездочки есть, сама фракция 300 тысяч. В принципе все стандартно. Выходит где-то в районе 100 долларов, его открыть. Если подождать до конца ивента, то есть все дни получать по 4000 в день, то чуть-чуть там можно сэкономить, если не сразу открывать. Интересный юнит. В первую очередь он чем интересен? Он тем, что у него вот его навык, который увеличивает урон фракции Patch Health на 80 процентов. Во-первых, он увеличит только фракцию Patch Health. То есть он дает возможность поставить именно нам священника вместо джина. Чтобы реализовать гарпий урон, к примеру, можно поставить две гарпии священника, вдову. Соответственно будет четыре юнита и гарпий получит максимальный бонус своей пассивки. Плюс получит урон от священника. У него выше чем у джина. Сейчас мы это посмотрим дальше. Но мы видим, что с джином он не складывается. То есть если вы поставите джина и священника, то урон будет Patch получать от того, кого больше прокачан. То есть если джин дает чуть меньше, соответственно джин не будет давать. Они не будут складываться. Второй его навык это щит. В начале боя есть шанс в начале хода второго, скорее всего, или первого. В начале каждого хода в принципе написано. Даже начиная с первого можно наложить щит на свой союзного юнита. И он будет поглощать весь урон, который на него наносит. Соответственно, в конце хода щит заканчивается, в начале следующего хода, весь урон будет внесен в этот стэк. Соответственно, может и закончиться плохо. То есть если этот щит срабатывает на какой-нибудь танкующий унит, на который, например, на вдову. Соответственно, все на нее накидываются, вносят ее урон, она его не получает. В принципе, довольно-таки тоже неплохо. Ну, на практике надо будет смотреть, как оно работает. Третий навык это есть шанс полечить двух своих союзников. Ну, 25 союзных. Это очень неплохо. Вот сейчас мы его посмотрим. В принципе, на бумаге кажется, что должно быть такой прям вынос всех и вся. Ну, на практике вот я нашел здесь. Посмотреть можно именно в варианте, где у нас есть лечащий герой, лечащий зверь, лечащий юнит. То есть все должны лечиться. Вот мы видим, убрали отсюда со сборки джина. Потому что джин сюда можно было бы поставить вместо гарпии, к примеру. Ну, как бы урон некому наносить. Такие варианты сборок. Скорее всего, мне кажется, что он не прокачан еще в сердце Ларри. Потому что у меня 3000 жизни. Тогда как у гарпии 3400. И защита так и все выше на порядок. А это падшая. Ну, вдовы больше жизни. Ну и у гарпии больше жить, да. Соответственно, его если закачать, он будет еще намного лучше. Вот здесь мы посмотрим. На 10 уровне он дает. Повышает на 90% атаку падши. А джин, если бы был, джин у нас повышает на 70%. Он, соответственно, если бы джин был, он, ну, вместо гарпии, да, он бы давал бы, повышал бы урон нашим стрекозам. В принципе, не так актуально. Ну, вот он накинул щит. Получается, в начале хода. Ну, у него, видите, меньше всего жизни, да. То есть, будут атаковать его в самом начале. Тогда как... Получается, в дуу закрыли. И вот она накинула, да, чтобы ее атаковали. А по факту получается, что такватью не будут из-за того, что ее закрыли. Тоже не очень удачный вариант. Ну, и за счет того, что он не прокачанный в алтаре, да, наш шаманчик. Он... Вот он полечил. Он сам себя полечил. Теперь полечил наш зверь. Полечили. Все полечили, воскресили. Но на самом деле, особо не помогает это. В данном бою. Вот. Не знаю, если палатку можно поставить, чтобы еще палатка лечила. Чтобы все лечили. Но единственное, что тут урон некому вносить получается. Потому что Гарпия всего одна. Ее быстро убили. У нее мало жизни. Да, то есть, данная сборка была не очень сделана хорошо, да. Потому что Гарпия первая пошла, ее убили. А вдова, которая должна танковать, принимать урон, стоит в углу, ее закрыли. Вот. И шаман наш этот новый. Не шаман. Я прошу прощения, да. То есть, это все как-то... Он у нас все-таки священник дал. У него меньше всего жизни. Он стоит по центру. Его все быстренько слили. То есть, он наоборот, надо бы, на мой взгляд, поменять. Сдовой местами в данной сборке было бы более эффективно. Вдова бы принимала урон. А шаман... Ой, священник, уголку бы. Стоял бы, накидывал свои бафы, дебафы. Да, лечил бы, подвечивал. И это бы могло бы сыграть больше эффекта. Ну, опять же, сейчас все сборки сырые. Есть сборки, где я видел уже нам, у других прокачанных игроков, ставили губителя, ставили две гарпии, вдову и священника. Да, и там уже гарпии совсем по-другому играли, да. То есть, у них их пассивный урон, священник дает им 90% урона. И они там, как бы... Так как их две, да, то есть, если даже одна погибает, то вторая там в конце ходит, подбитых всех бьет, там, сносит по три стека за раз. То есть, тоже очень интересный вариант. Потому что, ну, падшие сейчас, конечно, на коне, очень многие на них переходят. И, я думаю, скоро мы увидим такую доминацию этой стихии в игре. Ну, это такой вот взгляд, так сказать, быстрый, да, на то, что у нас сейчас происходит. Как оно будет дальше, мы посмотрим. Ну, простым игрокам, конечно, сложновато, да. То есть, их открыть в алтарес, нужно много ключей потратить. Если у вас их нету, то займет большой промежуток времени, да, для того, чтобы открыть. Ну, и точно так же, если донат-то нет, возможности 100 долларов потратить, то тоже получить очень сложно будет. Просто собирать и играть, ну, восьмого уровня, там, тоже это не вариант. Ну, то есть, если фракцию поменяете до десятого уровня, ну, не прокачанным илари, они тоже будут играть не на максимум. То есть, мы видели, да, большая разница, там, в жизнях и в защите. Ну, посмотрим, как оно будет. Сам по себе юнит интересный. Ну, вот сейчас я, да, здесь можно посмотреть. Вот, статы, можно глянуть. Вот, то есть, у него и жизни довольно-таки много. У него довольно-таки высокий показатель защиты, да, то есть, сбалансированный. Физ-защита, маг-защита 60, жизни 423. Ну, то есть, как бы, не сильно, вот у дракона, у него самый высокий показатель, да, там, жизни. Один из самых высоких. Ну, если посмотреть, создавой. Да, вы тоже. У него, видите, физ-защита проседает сильно, да, он более маг-маг-маг-защита. То есть, ну, юнит такой, неплохой, сбалансированный, да. То есть, вот, у Гарпии физ-защита меньше, маг-защита вообще на порядок меньше, жизни меньше. Да, то есть, в бою было на 200 больше. То есть, если прокачать нашего священника, он будет гораздо крепче и лучше. Ну, это все покажет время. Ну, уже сейчас я во многих боях встречаю его, вижу отчеты, смотрю. Неплохо себя показывает. И сборки с ним стали поинтереснее, да, то есть, более играбельные. Ну, я предполагаю, что будет доминировать эта фракция в ближайшее время. На этом все. Всем спасибо.